Конкурс красоты как способ пощеголять имперскими амбициями за океаном. Россияне, чью представительницу таки допустили к участию в Мисс Вселенная, выложились по полной в создании образа своей страны. Побольше кроваво-красного и отсылок к монархии, уничтоженной революционерами в 1917-м. Мое сердце навсегда в России, потому что все-таки я родилась в России, я русская, и всю жизнь живу здесь, мне здесь хорошо. Анна Линникова, 22-летняя оренбуржанка. С 16 лет россиянка работала моделью в Азии. Девушка училась в Санкт-Петербурге на пиарщицу, но вуз бросила, как сама признавалась в интервью из-за отсутствия практической пользы. Летом 2022 Анна Линникова выиграла конкурс Мисс Россия, и на ее голове оказалась вот такая корона по мотивам диадемы последней российской императрицы Александры Романовой. Но главное из этого, говорит Анна, благодаря статусу сможет сделать мир лучше. Сделать мир лучше Анна мечтала, но на ее страницах в социальных сетях нет ни одного упоминания о кровопролитной войне в Украине, погибших украинских детях и даже намека на сожаление о более чем 100 тысячах своих соотечественников, погибших на территории соседнего суверенного государства. К выходу на подиум в ненавистной для россиян Америке Линникова готовилась в тот момент, когда российская армия стирала с лица земли десятки украинских городков и сел. И на загнивающий Запад, о котором твердят на всех российских каналах, которым и Мисс Россия не забывала дать интервью, Анна отправилась в платье под названием «Корона Российской империи». «Корона Екатерины II для меня это самый роскошный предмет искусства, произведение ювелирного искусства, и полностью я вдохновлялась этой короной». «Я очень рада, что Ольга предоставляет нам именно такое роскошное, шикарное платье. Это действительно большая честь представлять Ольгу Малерову как дизайнера на такой международной большой арене». При всем при этом Линникова, как ни в чем не бывало, на фото участниц буквально липла конкурсантки из Украины. И этого не скрывает. По подиуму россиянка несла свой сверкающий и кроваво-бархатный образ как раз в тот день, когда российская ракета уничтожила два подъезда в многоэтажке украинского города Днепр. В результате этого теракта погибло 46 человек, из них пятеро детей. Самому младшему ребенку был один год. В завалах уничтоженного дома спасатели находили мертвыми целые семьи. Трагедия и одновременно то, что на другом конце земли нарративы российской пропаганды разносит конкурсантка, возмутили украинское общество. Анна Линникова, мечтающая о большой семье и детях, после всего написала о покупке нового айфона. Приятно порадовала себя после конкурса новым айфоном 14 Pro Max. Увидела качество фото-видео и захотела себе этот телефон. Покупка косметики, новой обуви, путешествия. Нью-Йорк, Лас-Вегас, цирк Дюс-Алей, полеты на вертолете. После конкурса красоты Анна не поспешила вернуться домой в Россию. На ее страничке в соцсети видео развлечений и походов по заокеанским ресторанам. Но даже наслаждаясь солнцем и комфортом загнивающего Запада, девушка не брезгует запостить шуточки в стиле Задорного высмеять костюм участницей из США, ставшей мисс Вселенной. Это, к слову, сделали и все российские СМИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА